В сирийском Алеппо боевики применили снаряды с отравляющим газом. Ими они обстреляли позиции правительственных сил. В результате 28 военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил телеканал Аль Майдин. Произошло это к западу от аэропорта Алеппо в районе Карам-Ат-Тарапа. О каком виде отравляющего вещества идет речь, не уточняется. Это уже не первая химатака на Алеппо. Напомню, 11 ноября российские эксперты подтвердили применение экстремистами хлора и белого фосфора при обстреле одного из жилых районов города. Ранее российские эксперты помогли сирийским военным обнаружить завод по производству химоружия в Алеппо. Наш корреспондент Станислав Фредикульцев сумел побывать в цеху, где было произведено несколько тонн крайне токсичных веществ. Когда сирийские военные проводили зачистку одного из освобожденных кварталов Алеппо, они даже не сразу поняли, что в этом здании. На место прибыли специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Как только они вошли внутрь, мгновенно сработал ионно-дрейфовый детектор. Кустарное производство боеприпасов с токсичными химикатами боевики замаскировали в одном из зданий. Несмотря на то, что на улице солнечный день, внутри кромешная тьма. Темными коридорами, почти на ощупь, под потолком. На каждой балке газовые баллоны. Вероятно, боевики хотели взорвать перекрытие при отступлении. Не успели. На полу больше сотни мешков с желтым порошком и мины. Тут вот длинный снаряд еще есть. Заливная горловина. Сюда его заливали как раз. Либо заливали, либо закачивали. И потом взорвать не стали. Производство, хоть и кустарное, но работали явно профессиональные химики. Обустроили станцию дегазации. Всюду и респираторы, и перчатки. Соблюдали меры безопасности, негодяне. На десятках бутыльков и мешков с химикатами надписи, понятные и без перевода, крайне токсично. Работали только в средствах индивидуальной защиты. По словам специалистов войск РХБ защиты, одного такого мешка хватит, чтобы отравить целый квартал. А найдено не меньше пяти тонн. Отобраны пробы, обследованы боеприпасы, в которые снаряжались токсичные и взрывчатые вещества. Окончательный анализ будет сделан после того, как пробы будут переданы в лабораторию, которая аккредитована организацией по запрещению химического оружия. Это компоненты и взрывчатых, и токсичных веществ. То есть в баллонах, предположительно, снаряжали хлор. Изготовленными именно здесь кустарными химическими снарядами боевики обстреливали мирные кварталы Алеппо. В частности, квартал 1070, где уже работали российские специалисты войск РХБ защиты. В Алеппо террористы целенаправленно бьют химическим оружием, фактически превращая в заложники мирное население всего города. В прифронтовых районах люди живут в постоянном страхе и ожидании очередной химической атаки боевиков. Стас Редикульцев, Рубен Миробов, Станислав Еловский. Вести из Алеппо. Сирия.